Просто об этом нужно думать. Думать, медитация, молитва, медитация, духовные практики, бескорыстное служение, то есть когда ты делаешь что-то именно бескорыстно для кого-то в этом мире, и всё это способствует раскрытию сердца, и способствует именно тому, что в тебе проявляется вот эта божественная природа. У каждого это происходит по-разному, но принцип один и тот же. То есть ты меняешь вектор своего внимания, ты занимаешься духовными практиками, и это просто приходит в твою жизнь. Оно приходит само. Почему? Потому что этим процессом нельзя руководить, потому что Всевышний, он сам знает, когда проявить себя, каким образом. Причем самым лучшим образом для каждого человека. Если так глубоко погружаться, то, что скрывается внутри каждого человека, именно его божественная суть, вот как раз её и нужно стараться проявить в этой жизни. То есть меняется вектор внимания. То есть если до этого больше вектор внимания направлен во внешний мир, то сейчас больше вектор внимания направлен в своё духовное сердце и свою внутреннюю суть. И оттуда черпаешь и вдохновение, и знания приходят. Ну и много... Ну и на самом деле радость, истинная радость. Не просто удовольствие. Удовольствие – это ж такое слово интересное, но от слова «воля уда». А уда – это половые органы. Поэтому удовольствие – это больше как удовлетворение своих чувств. Это взаимодействие с объектами внешнего мира. А радость – это состояние, когда ты даришь миру свет. Отсюда радость. Да, даёшь свет. Рад давать. Давать свет. И вот этого состояния радости, конечно, стало намного больше. Причем оно независимо от того, что происходит в окружающем мире. То есть оно просто само по себе. То есть когда Саи-Бабу спросили, Саи-Баба, почему ты сладкого не ешь ничего? Он говорит, так вся сладость в моем сердце. Поэтому состояние вот этого такого умиротворения, радости, спокойствия стало гораздо больше. Саи-Баба, почему это не так? Саи-Баба. Саи-Баба. Продолжение следует...